Здравствуйте, дорогие телезрители канала ОСТВЕСТ! В эфире программа «Страна и люди». Меня зовут Мария Волкова, и я выхожу в эфир из Баварии. Хочу напомнить вам, что если вы нас смотрите, но до сих пор не подписаны, то вы можете сделать это прямо сейчас на Фейсбук и Ютьюбе, поставить лайк, нажать колокольчик и не пропускать наши выпуски. Сегодня мы поговорим о «Лайффирме» и «Цайт Арбайт». И если вам ничего не говорят эти слова, и вы никогда о них не слышали, то, возможно, вам сильно повезло. «Лайффирма» можно перевести как «фирма по прокату персонала», а «Цайт Арбайт» как «временная работа». Иными словами, это фирма, которая нанимает к себе сотрудников и на время переуступает их реальному работодателю. Услугами таких фирм пользуются все автоконцерны Германии и небольшие эти компании. А на таких фирмах, на «Лайффирмах» трудится около миллиона человек. Если одни называют их спасением немецкой экономики, то другие – новой формой современного рабства. Я же не раб, вы не можете меня взять и продать кому-то, или за меня какой-то выкуп. Но для меня это выглядело, правда, как будто я в рабстве. Я не могу пойти на фирму работать, потому что фирма за это получит штраф. Скажи мне, а вот по поводу оплат. Для фирмах обычно гораздо меньше получают, то есть за тебя для фирмы получают деньги. Ты знаешь, подозреваешь, насколько это могло быть меньше процентом? В три раза. В три раза? В три раза. То есть моя зарплата бруто, и, соответственно, умножить на три, фирма получала вот эти две трети. Ну вот у меня были примерно такие же глаза, когда я об этом знал, да. Это много очень. Это очень много. Это безумно много. «Лайфирма» ее главный бизнес – это как можно больше устроить людей на работу и жить на разницу между тем, что они получают от работодателей, и то, что они платят сотрудникам. Это их главный бизнес-модель. Фирме проще обратиться к фирмитле или лая-унтаниме, чтобы кого-то найти, чем самому несколько месяцев искать. Сайт арбатсфирмы как? Ты сегодня пришел, тебе сказали, ты две недели на одной фирме, потом три месяца на другой. И это постоянно вот этот конвейер, он тоже изматывает людей. И ты должен быть готов к тому, что сегодня ты едешь 50 километров на работу, в следующий раз 100 километров. Километраж оплачивается, но все равно это нагрузка. У тебя каждый раз новый коллектив. Итак, «Лайфирма», фирма по прокату персонала – это некий посредник между заводом и рабочим, который хочет туда устроиться. Только она не помогает подыскивать персонал, как многие думают, а именно устраивает работника к себе. Именно с ней он заключает договор, она оплачивает его больничный, устанавливает зарплату. Как правило, гораздо ниже той, что получают штатные сотрудники. Да и работает такой временный работник, как правило, два месяца на одном заводе, потом на другом, прикрывая временные вакансии. Как правило, они образуются, когда у фирмы появляется новый крупный заказ, проект. Кто-то уходит в длительный отпуск, декрет или просто высокий сезон. Собственно, так все должно работать в идеале. Но по факту люди годами трудятся в статусе временных работников, получая меньше коллег. А попасть работать на некоторые предприятия можно только через «Лайфирму». И люди вынуждены соглашаться на эти условия, если хотят получить постоянное место. Но и это не всегда удается. Об этом рассказала наша первая героиня Кристина. Я пошла через сайт фирмы. И так получилось, что шеф был бы гайстер, ему понравилось, как работаю, все. Я еще туда сестренку привела. И он хотел нас забрать к себе уже напрямую. Вот тут и началось самое-самое интересное. Выяснилось, оказывается, что нас не так просто может сайт фирмы отдать. Вернее, я не знаю, как другие фирмы, но наша фирма хотела получить за нас компенсацию. И это не в размере 100 евро-200 евро, это в размере несколько тысяч, от двух и выше. Они хотели получить деньги, я с ними, между прочим, я с ними очень ругалась. Я же не раб, вы не можете меня взять и продать кому-то, или за меня какой-то выкуп. Но для меня это выглядело, правда, как будто я в рабстве. Я не могу пойти на фирму работать, потому что фирма за это получит штраф. И, естественно, так как эта фирма, ну, скажем так, по сравнению с АИГ, конечно, она победнее. И они не могут себе позволить таких штрафов платить. Ну, и я бы работодателем, я бы, наверное, тоже за простого рабочего где-то там на конвейере, я бы, наверное, тоже бы не стала платить такие деньги, потому что, ну, вот именно, что он не раб, он в любое время уйдет через месяц, через два, а я такие деньги за него заплатил, чтобы его выкупить. Ну, и вот у нас получилось так, что мы, я пролетела. Хотя я на эту фирму бевербовалась, они хотели нас взять, но так как сайт фирма нас не отдавала, они сказали, вы должны как минимум отработать полгода, от полгода и больше. Только после этого фирма может вас отдать. Когда я начала у них узнавать, если я уволюся, сколько должно пройти времени, чтобы я могла директно эту фирму попробовать устроиться, они начали меня водить за нос. Они, правда, начали меня как дурочку. Они начали мне говорить, что на одной и той же фирме вот берет один там братер телефон, да, или другой, вот они по-разному мне каждую историю рассказывали. Я им объясняю, скажите мне или там где там черно по белому написано, потому что наш шеф на Гале, он, ну, молодой еще, законов таких не знает. И вот именно черно по белому, вот где будет написано, чтобы он не боялся, что потом за него сверху спросят. Вот. И он сказал мне, как только ты мне покажешь, что я не имею права вас взять, я вас возьму. Вот. И когда был набор, ну, так получилось, что мы пролетели вот именно на тот момент, когда нужны были люди, а не из других лифирм, которые, в принципе, ну, может, на неделю дольше нас отработали, они без проблем их смогли забрать, без каких-то для себя финансовых ущербов. Вот. А наша фирма нас не отдала. И я ушла от них, я просто уволилась, я сказала, раз вы нам меня не отдали, ну, как бы, я могу себе позволить остаться сидеть дома. И я уволилась, и я сказала, чтобы я к ним еще пошла ни за что в жизни. Вот. Потому что, ну, вот я считаю, что это правда, это как, они как рабов на базаре. И кто больше даст, тот и купит. В течение пробы сайта я могу уволиться там. У меня, по-моему, две недели к Инди Гунгс Фрест, а после пробы сайта, по-моему, четыре недели или что-то такое там. А вот насчет того, что, как я могу на эту фирму устроиться или нет, например, какую-то, куда они меня пошлют, там вообще ничего такого не прописано. Вот именно, что получается, что они за меня хотят, но у меня с ними на эту тему договора вообще никакого нет. Хотя я ляй фирму, я звонила, я просила, чтобы они мне выдали это черно-по-белому вот с этими тремя месяцами. Они мне сказали, что через три месяца вы можете устроиться на фирму напрямую. Я пришла до своего, как бы, бывшего будущего шефа, и я ему спросила, я говорю, вот так и так, он говорит, вот когда ты мне черно-по-белому покажешь, что я тебе имею право через три месяца взять, я тебе возьму. Потому что как раз у них вот в июне, как бы, ну, нужны будут опять люди. Мне цель-фирма отказала в этом. Они сказали, они мне этого выдать не могут и все такое. А и получается, что как бы шеф хочет взять, но он боится. А вдруг там не три месяца, а вдруг там полгода, а вдруг там год у них прописано. Вот. И он получается, как бы, а так как он в документах походу ничего не понимает, он как бы туда и не лезет. Ну, потому что видно было, что он как бы, вот ты мне принеси, я тебя возьму. А вот чтобы сам маленько там чего-то где-то проверить, вот он как-то, не знаю, может времени нету, может опыта нету, не знаю. Я просто, я правда почувствовала впервые, как будто я вот где-то на каком-то, где рабы, на каком-то этом базаре, где вот меня могут выкупить. Ну, давайте немного истории. Первое агентство по прокату персонала открылось в США в 1948 году, а в Германии в 1960-м его открыл Юнтер Биндом в Бремене. Спустя 12 лет в Германии появится первый закон, защищающий права временных работников. Тогда установили максимальный срок работы на одном месте – 3 месяца. Сейчас он составляет полтора года – 18 месяцев. Этого в 2015 году добилась тогда еще министр труда Андрея Налес. Тогда же установили и еще одно требование, что если фирма оставляет себе временного работника больше 9 месяцев, его условия труда и зарплата не должны отличаться от штатных сотрудников. Но так ли это и что прописано в контракте? Узнаем у нашей следующей героини Юлии сразу после рекламы. Пора осуществлять поставленные цели и занять свое место под солнцем. Мечтаете о недвижимости у моря в Испании? Вам в Алегрия. Алегрия – одно из ведущих агентств недвижимости и застройщиков в Испании. Многопрофильный центр, где вы получите более 70 услуг в сфере недвижимости, иммиграции, страхования, налогообложения, а также обучения в Испании. 8 офисов продаж в Аликанте, Теревьехо, Валенсия, Ариуэлла-Коста. Более 2,5 тысяч предложений недвижимости по цене от 45 тысяч евро. 25 новостроек Алегрии возведены по эксклюзивным проектам на собственных земельных участках. Мы предлагаем недвижимость в Испании эконом, комфорт и бизнес-классы, а также объекты под инвестиции. Качество, эстетика и современные планировки. Полный комплекс услуг по приобретению недвижимости и иммиграции в Испанию в Алегрия. Переходите по ссылке в описании для детального ознакомления. Во-первых, это был очень странный контракт, в котором я немного чувствовала себя какой-то рабыней. То есть это был какой-то очень однобокий контракт, который был очень выгоден работодателю, но не мне. Там написано, что вы обязаны, например, что есть обычные, где-то слихи выходные, но если им нужно, вы как бы обязаны работать, что вы обязаны предоставлять полную отчетность, где, как, что вы делаете, включая полностью когда, то есть вы должны описывать часы, когда вы работали. Вы должны полностью описывать то, что вы сделали за неделю, день, месяц. Ну вот это полная подотчетность. Это, в общем-то, пункты, которые я помню, которые для меня были немного странные. А еще был интересный пункт, что если я нанесу какой-то вред имуществу компании, то с меня это вычтут. И я спросила, что если, например, я пролью кофе на ноутбук, с меня тоже вычтут стоимость ноутбука, мне сказали нет, потому что он покрывается страховкой. Я попросила этот пункт убрать, но они отказались это делать. В договоре стоял пункт, что если у фирмы дела идут плохо, то они, как бы, если в этой отрасли дела идут плохо, то они имеют право уволить сотрудника. Я, соответственно, спросила, что это вообще за пункт. Они сказали, ну, это стандартный пункт, мы, соответственно, никогда никого не увольняем, все всегда хорошо, вы же много-много лет. Я попросила этот пункт убрать, они отказались, сказали, что это просто такой юридический стандартный пункт. Но потом наступило время на короны, и всех убрали, потому что дела в автоотрасли пошли очень плохо. Из-за того, что люди теряют работу, они перестали покупать автомобили людей, которые там работали уже не на пробыт-сайт, то есть которые работали уже давно, и всех уволили, и воспользовались именно этим пунктом. Они воспользовались именно этим пунктом, и, соответственно, очень много людей уволили, включая менеджмент, в общем, очень-очень многих. То есть этот пункт сыграл, в общем-то, злую шутку. То есть сейчас я бы на такой контракт, конечно, не согласилась, но тогда это была первая работа в Германии, поэтому выбора особо не было. Что можно было бы улучшить, это отношение руководства к людям. То есть у меня было такое ощущение, что ко мне относятся они как к человеку, а как к какому-то трудовому ресурсу. И это отношение, в общем-то, чувствовали все. Вот, и это прямо вот витало в воздухе. Все работали через лайффирму, и отношение как руководителей в лайффирме, так и руководителей в концерне было именно как некому такому временному ресурсу, который можно использовать, а потом можно его как ненужный баланс сбросить. Люди это чувствовали, и атмосфера, честно сказать, была не очень хорошая. Вот я потом нашла вторую работу здесь, и она кардинально отличается от того, что от моего первого опыта в Германии. И я бы сказала, что я могу прямо вот сразу сказать, что атмосфера там была нездоровая, то есть очень много людей постоянно болели. Я подозреваю, что они не болели, но получали больничные у врача, чтобы не ходить на работу. Сейчас фирмы по прокату персонала все чаще занимаются высококвалифицированными кадрами. Нашей следующей героине Александре именно контракт с лайффирмой помог продвинуться по карьерной лестнице, и она из компании, где у нее был бессрочный прямой договор, ушла на лайффирму всего на 9 месяцев. Мне было выгоднее прекратить мой бессрочный договор и перейти на краткосрочную работу, ту, которую я видела, что она меня в гораздо короткий срок, гораздо дальше приведет, скажем так, как в итоге получилось, чем там оставаться. Это риск? Да, я боялась, да. Конечно, я боялась, и на самом деле я даже в это время поняла, что, например, если бы я хотела быть индивидуальным предпринимателем, да, после этого, да, то это хороший тест проверить свои нервы. «Можешь ты без постоянного договора или нет?» Девушка, которую я замещала, она была начальником команды, то есть team lead, и была на менеджерской позиции, и, в общем, она ушла в декрет. То есть мне можно было за 9 месяцев, пока ее не было. Я ее замещала, и потом как бы не было возможности там остаться, но я увидела, что реально хорошая перспектива, что как минимум я смогу развить свои качества на этом уровне, в принципе, да, работать с менеджерами более высокого звена. Там много всяких хитростей. То есть на самом деле многие лайфермен или, да, фермиттла, они работают с такими контрактами, да, то есть, например, если какая-то определенная менеджерская позиция, то вы ее просто не найдете нигде в интернете. То есть, ну, потому что иногда фирмам проще нанять ну, какой-то лайфермен, с которой они уже работают, которой они доверяют, чтобы потом, чтобы они как можно быстрее нашли сотрудника на рынке, да. Таких вакансий просто нет на рынке, то есть их даже никто не опубликует, и как бы есть возможность получить какую-то очень классную вакансию, которую так нигде, в принципе, не найдешь. Та отрасль, в которой я работаю, очень сложно найти специалиста. То есть фирме проще обратиться к фермиттла или ляй-унтаниме, чтобы кого-то найти, чем самому несколько месяцев искать. И плюс, например, вот, например, сотрудница сказала, да, что я там через три месяца ухожу в декрет, может быть, они за три месяца никого не найдут. То есть на самом деле, как бы, есть для меня два типа таких фирм, да. Одни фирмы работают на потоке, которые вот им бы только вот эту вакансию пристроить и закрыть там, что я там какого-то человека отправила на какое-то место работать. С такими фирмами я не очень люблю работать. А есть другие, которые очень индивидуально относятся, и такие контакты нужно, на самом деле, всегда держать, то есть не знаешь, когда именно этот фермиттла, да, или ляйфима, когда она выстрелит. Я общаюсь в основном только с теми, которые реально тебя серьезно воспринимают, и ты не чувствуешь себя на потоке. Я думаю, что лучше пойти через ляйфима или через фермиттлум на работу по специальности, чем где-то подрабатывают не по специальности. А насколько же меньше получают ляйщики, как их называют, по сравнению со штатными сотрудниками? Этот вопрос я задала нашим героиням и, признаюсь честно, очень удивилась, когда услышала ответ. Скажи мне, а вот по поводу оплат. Ты, ну, для фирмах обычно гораздо меньше получаешь, то есть за тебя как бы для фирмы получают деньги. Ты знаешь, ну, подозреваешь, насколько это могло быть меньше процентным сотрудникам? Три раза. Три раза? Три раза. То есть моя зарплата бруто, и, соответственно, умножить на три, фирма получала вот эти две трети, да. Ну, вот у меня были примерно такие же глаза, когда я об этом узнала, да. Это много очень. Это очень много. Это безумно много. Честно, это безумно много. И поэтому, да. А когда ты узнала? Ты это в процессе работы знала или потом? Да, в процессе работы. Ну, все говорят там, собственно, как бы официально никто не имеет права об этом говорить, но все говорят это там, как так, вскользь, мимо. И, в общем-то, да, ну, сумма вот, собственно, в три раза, да, то есть, да, в три раза, ровно в три раза компания получала больше. Вот. И, ну, как-то все об этом уже знали. То есть все прям знали конкретную цифру, которую получает компания. Я не знаю, откуда люди это узнали, но как-то это было уже известно, известно всем. В «Лайфирме» я пришла, мне сказали, что они дают вот столько, и все. То есть это была не какая-то своя сетка зарплат, которые они дают. И торговаться возможности не было, потому что, ну, то есть они не могут дать больше, даже не на один евро. То есть у них вот определенная сумма, которую они дают всем. И вот люди, которые занимались той же самой работой, что и я, имеют ту же самую, скажем так, профессию, позицию, они получали вот евро в евро, сколько получала я. Это была какая-то внутренняя тарифная сетка. Что-то в районе, честно говоря, 12-13 и что-то. Но я просто для себя это посчитала, так мне было очень интересно. Вот, какая у меня разница с зарплатой мужа. Да, это было что-то в районе 13 евро в час, что ли, что-то такое. Это конфиденциально. То есть я не могу этого знать. Мне может кто-то подпольно рассказать, но в договоре это нигде не стоит. То есть как бы это договаривается, только та фирма, на которую я работаю, и это лайфема между собой. Я думаю, что там был не очень. Я думаю, что, ну, как бы тоже где-то 60 на 40 было. То есть лайфема, у вас контракт именно с этой лайфема, и вы работаете именно по тарифной сетке, там, этой лайфемы. На самом деле там есть, в принципе, определенные зарплатные сетки, которые, в принципе, в таких фирмах предлагаются, то есть тоже можно найти в интернете, в зависимости от области, да. То есть вы работаете только в этой лайфема. Эта фирма – ваш работодатель. А фемитла – это человек или фирма, которая только определенный бонус получает за то, что она пристроила вас в другую фирму, и все. То есть вы на этого человека больше не работаете. Вы работаете прямо у нового работодателя. Тарифная сетка у меня была по часам. То есть за каждый мой час работы эта фирма может определенный процент получить, да. Это зависит, конечно, от того, как ты договорился под базар платит. Иногда эта сумма, то есть если, например, ты на постоянной работе работаешь в этой лайфема, то получается, этот человек тебя только один раз пристроил, например, на максимум 18 месяцев можно пристроиться, и он за каждый твой час работы сам получает свой процент, при этом он не работает. То есть на самом деле, может быть, очень выгодно. Плюс эти лайффирмы, они очень часто предлагают работу для индивидуальных предпринимателей. Там процент, конечно, может быть очень высокий. То есть там, как сказать, может и до 50% доходить. То есть работник получает 50% от договоренной суммы, которая была между фирмой и лайффирма, да. Сотрудник получает 50%, а фирма получает тоже 50%. Вы остаетесь индивидуальным предпринимателем, но заключается такой договор, что вы работаете на эту лайффирму, и все равно продолжаете... Ну, зависит от формы договора, да. То есть какой договор заключишь. То есть, например, мой муж, он очень часто работает с такими фирмами, и они предоставляют ему тоже разные проекты. Но почему же предприятию выгодно иногда втридорого переплачивать за своих сотрудников лайффирмам? Виной тому высокая социальная защищенность работников, которые работают в штате, их не так просто уволить, особенно если человек пропенсионного возраста или давно работает в компании. Или, как сейчас, в пандемию, компании вообще не нужно сокращать штат, достаточно сбросить балласт выделяющиков. Если бы не фирма по прокату персонала, экономика Германии сильно бы буксовала, считает наш следующий эксперт Алексей Воревода. Одна из главных проблем в Германии – это то, что достаточно легко взять человека на работу и очень сложно его уволить. Если у тебя большая компания, то просто так человека уволить достаточно сложно. Есть социальный принцип, есть социальная защищенность, нужна обязательно какая-то веская причина, три раза ты должен давать. Но на самом деле уволить в Германии сотрудника без явных нарушений достаточно сложно. Поэтому работодатели зачастую, перед тем, как взять к себе в штат сотрудника, предпочитают сначала посмотреть на него. Понятно, что есть испытательный срок, но испытательный срок максимум 6 месяцев ограничен. И бывает такое, что это нормальная практика, что сотрудник первые 6 месяцев старается, а потом перестает стараться и скатывается на стандартные какие-то минимальные выполнения плана. Поэтому это первая причина. То, что страх взять кого-то в команду и потом не иметь рычага воздействия, возможности его достаточно просто, беспроблематично для фирмы, без каких-то высоких отступных или штрафов, его уволить. Особенно, если речь идет о больших компаниях. И, как правило, лайфирмы работают с большими компаниями, где надо много персонала, где постоянная текучка кадров, где много задач. Это первая причина. Вторая причина. Как правило, в лайфирмы это не беда, как вы говорите, а это дорогой выход из ситуации для работодателя, если у него срочно появился проект, ему срочно нужен персонал. Поиск персонала в Германии примерно занимает от 3 до 6 месяцев. Соответственно, проект может быть краткосрочный, быстро, он вообще может быть по длительности всего лишь 3-6 месяцев. Поэтому эта возможность операционно быстро среагировать на краткосрочные договора, на краткосрочные заболевания, на краткосрочные, например, при планировке кто-то неожиданно забеременел. Соответственно, и брать кого-то в штат ты тоже не можешь, потому что это временное отсутствие. И тут как раз приходит лайфирма часто как подходящий вариант. И есть большие лайфирмы в Германии, у которых хороший имидж, нельзя назвать их рабовладельчеством, или как там мы строим. Очень плохой имидж у лайфирм польских, литовских, румынских. Это слово «ляйка», она пошла оттуда. И, в общем, наверное, наша аудитория все-таки находится вне Германии и интересуется в первую очередь, или это название в первую очередь ассоциируется с лайфирмами именно там. И, конечно же, это чаще всего ассоциируется с низкоквалифицированной работой. Это стройка, уборка. Но это не так. Вы должны понимать, что лайфирма, например, мы очень много работаем с компаниями, сотрудничаем, которые айтишников предоставляют на время, которые высококвалифицированных аналистов, финансистов, бухгалтеров предоставляют на время. Поэтому нельзя путать немецкую лайфирму, которая работает для немецких работодателей и временно помогает кадрами. И, в общем-то, большое спасибо, что они есть. Иначе бы многие процессы были бы намного сложнее и невозможно было бы так быстро реагировать на изменения. Потому что мы в Германии живем все-таки в социальном, очень социально защищенном стране. И только лайфирму позволяют быстро реагировать на изменения. Л лайфирма, ее главный бизнес – это как можно больше устроить людей на работу и жить на разницу между тем, что они получают от работодателей, и то, что они платят сотрудникам. Это их главный бизнес-модель. Там очень большая текучка кадров, большое количество людей, поэтому это возможно. И там достаточно даже по одному евро в час с одного сотрудника зарабатывать, и это уже будут неплохие деньги. Потому что люди едут работать обычно аккордами, это 160 часов, 200 часов в месяц. Соответственно, ты с каждого сотрудника, с каждого, а это массово, это автобусами ездят иногда. Поэтому с каждого сотрудника можешь в месяц заработать уже в районе 200 евро, как в лайфирме. Можно зарабатывать больше, но порядок цифр. Фирма имеет право договариваться между собой с одним на одних условиях, с сотрудником на других условиях. Это и есть, в общем-то, бизнес-модель. И я повторюсь, то, что лайфирма берет на себя риски достаточно большие. Тот риск, который не хочет или не может брать на себя работодатель, в итоге берет на себя лайфирма. То, что они нашли квалифицированного сотрудника, который хорошо работает. Это все расходы, это не само собой разумеется. И у этой задачи есть определенная себестоимость. Написать вакансию, опубликовать, отсортировать, пройти собеседование, проверить опыт. Все ты это сделал, нашел сотрудника, отправляешь на работу, и работодатель говорит, вау, классно, мне ничего не пришлось сделать, такой классный сотрудник, давай-ка я к себе его напрямую. Уже несправедливо. Получается, первый работодатель, который лайфирма, все это проделала работу, расходы большие, а прибыли еще никакой. А работодатель, куда он в итоге пришел, ничего этого не делал, и вдруг сразу на блюдечке с золотой каемочкой прекрасного кандидата имеет. Еще мало того, никаких рисков, он еще посмотрел, как тот работает, и все прекрасно. Поэтому это, в общем-то, стандартная практика при заключении договоров, при работе с лайфирмами. Это то, что лайфирма, если сотрудник понравился заказчику, то заказчик чаще всего имеет право выкупить этого сотрудника и перенять себе в штат. И это, скажем так, вторая главная прибыль, или на что рассчитывает лайфирма. Они прекрасно понимают, что чем лучше кандидат, чем лучше его подобрали на позицию, тем больше вероятность, что он там останется. И, соответственно, если его он там понравится, останется, им еще за него доплатят. По сути, это единственная официальная, или хотя бы почти официальная, если все правильно сделать, то это официальная возможность работать в Германии людям без диплома, с отсутствием квалификации, не специалистам. Поэтому представим, что их сейчас все закроют, соответственно, на стройках, на уборках, на уходах за пожилых, на еще где-то просто ежесекундно прекратиться под кадры. И, к сожалению, я знаю из нашего опыта, из общения с работодателями, и с леофирмами, то, что там огромная текучка кадров. Каждый второй, кто приезжает, не справляется. На какие пункты в договоре с леофирмой вам обязательно нужно обратить внимание? Сколько минимум должны платить в час? И что сейчас изменилось в коронавирус? Обо всем об этом мы поговорим прямо сейчас с адвокатом Натальей Раймер-Гуч. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня в программе мы услышали много разных историй о том, что и царь Арбайте для кого-то это почувствовал себя как в рабстве. Кто-то говорит, что смог так продвинуться по карьерной лестнице. А некоторые вообще утверждают, что без Ляй Хемен экономика Германии буксовала бы. Для вас, как для адвоката, который, конечно, рассматривает разные дела, вообще вот эта ситуация в Германии, она больше о чем? Ну, что касается процесса, то эти процессы ничем не отличаются от процессов, если я веду, например, разбиратель с разработателем, где сотрудник напрямую имеет контракт с этим работодателем. Так как трудовой контракт с сайта Абадсфирмы это такой же трудовой контракт, просто ваш работодатель является сайтфирма, но сдает вас на прокат такое грубое слово, употребление, в частности, человека, знает вас на прокат разным своим клиентам. Но если у вас к нему какие-то претензии, недоплата, или меньше начитали отпуска, или дали вам так называемого обману, предупреждения, то вы не подаете, конечно, на той фирме, где вы работали, а на своего работодателя, на свою сайта Абадсфирма. Почему люди себя чувствуют как, скажем так, «рабы» в кавычках, потому что ты сегодня здесь, завтра там. Не понравился ты этой фирме, то от тебя просто избавляется, звонят на твою фирму, говорят нам, этот человек не подошел, пришлите нам другого. И, конечно, такое отношение к себе, я как человек понимаю, не каждому нравится. А много кого перенимают, ну вот, например, в процентном соотношении, и как быстро? Ну, в процентном соотношении, скажем так, я не думаю то, что их прям перенимают чуть ли не всех. Наверное, 30 к 70, 30 перенимают, 70 нет, потому что эти 70% людей, которые, скажем так, работают год-два на этот сайт Абадсфирмы, видят то, что шансов, чтобы их переняли на какую-то фирму нет, то они пытаются параллельно уже сами искать себе другого работодателя, и у некоторых увенчивается этого успеха, и они просто сами уходят с этих сайт Абадсфирмы. Идея-то работа. Что касается, вот, например, выплат, за час работы сотрудник, понятно, получает меньше, а вот примерно на сколько? Есть какая-то тарифная сетка, что-то, или уровень, меньше которого все-таки нельзя выплачивать? Я видела даже такие контракты, где прописано то, что запрещено вести на фирме, куда тебе повослала, разговоры с другими работниками и выяснять, сколько они получают часовую. Даже есть прописание, это конкретно в договоре, что такие разговоры на конвейере не должны вестись, именно для того, чтобы узнать, кто кому сколько платит. но, конечно, для нас мы все люди и можем логично думать, то, что работник, который работает там напрямую, получает, конечно, бруто, что он, он часовую работу, часовую оплату больше, чем тот, кого послала фирма, потому что смысл, конечно, ляйфирмы заработать на этом сотруднике, которого они посылают на эту фирму. Но, конечно, так же, как у нас ввели несколько лет назад Миндесклон для всех людей, которые работают в наеме, также существует и для работников, которые посылают обзять фирма на какую-то фирму, скажем, нижний уровень, который не должен быть опущен. Это с 1 апреля 2021 года 10,45 евро в час. То есть меньше этого платить фирма не может? Да. Смысл этого закона заключается в чем? чтобы предприниматели могли, скажем, если у них какие-то максимальные заказы, и они не могут их выполнить. Но это, скажем, один раз в год как исключение из правил. И тогда, чтобы не брать много людей с улицы, они могут воспользоваться этой услугой, взять, скажем, работников на прокат. Но это не должно быть постоянно. Это только как исключение из правил. и так думали люди, которые этот сгон выпускали. Но, конечно, на другой стороне люди думают чуть-чуть по-другому, как больше сделать себе выгоду, и поэтому стараются найти лазейки, и чтобы как-то изменить свою пользу. И поэтому через вот это злоупотребление, скажем так, вот эта вся практика проката рабочей силы получила такое, скажем так, чуть ли не рабство в народе. А вот в чём вот это злоупотребление именно? В том, что, получается, люди всё-таки по максимуму работают, их не берут, или что их постоянно ротируют каждые три месяца и вот кидаются на эту работу на другую? В чём оно основное? Или что они получают в два раза меньше, не знаю, должны бы? Ну, я думаю, то, что это демотивирует, если ты знаешь, что ты обратился на эту фирму с надеждой, что по истечению какого-то срока, хотя бы 18 месяцев, то, что ты перейдёшь уже на нормальную, стабильную работу, да, потому что в сайт арбатсфирмы как? Ты сегодня пришёл, тебе сказали, ты две недели на одной фирме, потом три месяца на другой, и это постоянно вот этот конвейер, он тоже изматывает людей, и ты должен быть готов к тому, то, что сегодня ты едешь 50 километров на работу, в следующий раз 100 километров. Километраж оплачивается, но всё равно это нагрузка, у тебя каждый раз новый коллектив, тебе нужно каждый раз по-новому внедряться в этот коллектив, плюс ты исполняешь ту же работу, даже может быть, так как ты заинтересован остаться на этой фирме, даже прилаживаешь ещё больше усилий, а в конце у тебя зарплата на 30 процентов меньше, какой-то срок это можно выдержать, но если, скажем так, это длится постоянно, то это большая демотивация для людей и они пытаются найти поскорее для себя другую работу. Но, конечно, есть люди, которым некуда деваться, если у них нет образования, если же опять у них уже возраст, где реальные шансы найти другую работу, и у них просто нет другого выхода, и они остаются в этих фирмах. Но их потом, конечно, чтобы эти 18 месяцев избежать, их просто потом с одного места перекидывают на другое, а на вот это место, которое освободилось, берут нового, который опять 18 месяцев может там потрудиться. А фирму вообще можно так брать постоянно на какую-нибудь позицию? Да, вот это большой вопрос. Вообще-то, когда этот закон принимали, все думали, что нет, потому что, если это место только не на долгий срок, а только в экстренной ситуации нужно было человека, то, конечно, ты мог взять работника на прокат, но если ты берешь каждый раз нового и годами, то, наверное, уже есть предположение, что это место стабильно есть на этом предприятии, и для этого закон не предусматривает таких прокатных работников, для этого работодатель должен выписать это место на конкурс и работника, который победил этот конкурс, взять на работу. Но для некоторых фирм удобно этот конвейер, чем взять работника на долгий срок. Вот я как раз хочу узнать, а почему фирмы вообще пользуются услугами вот этих фирм по прокату персонала? Ведь они же могли бы сами нанять работников себе, зачем? Они же тоже переплачивают. фирмы для них есть разные причины. Во-первых, они остаются гибкими своих планировать. Сегодня им нужно сто работников. Если проект кончился или был неудачный, они просто от них отказываются и нет никаких проблем. Им не нужно вести свою бухгалтерию на этого работника. Они экономят опять ресурсы своих штатных работников. Потому что всю бухгалтерию, все назначения выплат социальной кассы, если работник заболел, не заболел, ушел в отпуск. Это все обязанности и риски несет сайт отбать фирма. Если вдруг будет спор, то в суд пойдут они и нужно будет разбираться, было ли правомировано увольнение или нет. А так они просто звонят по фирму, говорят нам этот человек к сожалению не подходит, пришлите нам завтра другого. и опять начинается конвейер. Телевический капитал, поэтому уже одно слово это прокат людей. Это уже одно название очень неприятно по отношению к трудовому классу. Наталья, скажите, какие у вас возможно были клиенты, дела, иски связанные с фирмами, какая основная спектр претензий из-за чего могут быть суды? моему клиенту, это была небольшая сайт фирмы, они ему просто сказали, что в это время мы не могли тебя послать ни на какую фирму, ты сидел дома, значит зарплата у тебя будет только за те дни, которые ты работал. Но в договоре прописана основная зарплата, и они обязаны были ее выплатить, потому что вот этот риск, смогут они его сдать на прокат в другую фирму или нет, нанесет работник, а работодатель. А вот сейчас в коронакризис, когда многие заводы, кстати, переводили на курсарбайт своих сотрудников, или, может быть, даже увольнения пошли, я так понимаю, что именно работникам Ля и Фемен было не сладко, то есть их первыми, наверное, увольняли, могли ли они, кстати, получать пособие по безработице этой страны и все так же, как в обычных людей? Да, для них даже сделали в этот раз исключение то, что вот это постановление, что касается, кто может получать этот курс Абайтагельт, распространялся и на них. Вот, оно и раньше на них не распространялся вот этот курс Абайтагельт, который сейчас, но сейчас было конкретно прописано то, что если у тебя сотрудник от этой фирмы, и ты вводишь курс Абайтагельт, то это распространяется на этого работника, чтобы именно сохранить эти рабочие места, чтобы их, как вы говорите, не в первую очередь попросили новую лицу. А, все, поняла. То есть, их в этом смысле того же, государство защитило. Да, то, что коронавирус пройдет, это место сохранится, и этот работник, даже если он от Лайфирмы пришел, все равно может дальше быть некоторые месяцы, недели на работе в этом месте. А, Наталья, скажите, а вот если человек подписывает договор с вот этой фирмой по прокату персонала, на что все-таки ему стоит обратить внимание в этом договоре, вот обязательно, какие пункты, чтобы не попасть в, скажем так, в какую-то неприятную ситуацию и не пришлось обращаться потом к адвокату? Должно прописывать, сколько вы будете часов работать, какая у вас будет часовая зарплата, что вам будут платить минимум, плюс, если вы вдруг будете устроены на фирму X, там, возможно, какие-то дополнительные выплаты. Но нужно изначально выяснить, с какой суммой вы можете рассчитывать каждый месяц. Также нужно будет просмотреть вашу поваром. Скажите, может такое быть, что человек право устраиваться электриком, а его... Ну, скажем так, если там... Ну, это я сейчас сказала как пример, чтобы было где-то понятно, но если там, например, прописано, вы работаете на кухне и вы думаете, что вы работаете на кухне повара, а вам скажут, иди помой полы, это же тоже относится к кухне. Поэтому нужно конкретно пописать то, что вы будете работать на кухне поваром, и ваша обязанность существует приготовление еды, заказ товаров и так далее, а не уборка всех шкафов и полов и так далее. Поэтому чем конкретнее вы пропишете, кем вы устраиваетесь, тем легче будет, скажем, отказаться от работы без последствий, которые вам будут приближать. И самое главное еще, то, что некоторые выпускают из вида, это там также указаны фальс-клаузы иногда прописываются или аушлёс-клаузы. Это значит, что вы, если у вас какие-то претензии, вы считаете, вам не доплатили или еще что-нибудь, вы должны в этот срок сообщить своему работодателю претензию в письменном виде, если он на нее не отреагирует, то вы должны подать в суд. Потому что, если этот срок есть стикер, то это со сроком давности вы не сможете потребовать это больше, чтобы вам это выплатили, а просто по истечению, по пропуску этого времени. Поэтому это обычно стоит где-то в конце трудового договора, поэтому дочитывайте до конца, ни в коем случае вот эти сроки не нужно пропускать. На этом у меня все. Это была программа «Страна и люди» и я ее ведущая Мария Волкова. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин